Здесь, на окраине Варшавы, начал свое долгое путешествие украинский дальнобойщик Руслан Новиков. Компанию ему на 9 дней составила журналистка и врандюс Наталья Любченкова. Скорее всего, домой Руслан вернется не раньше лета, так что на ближайшие месяцы домом для него станет этот грузовик. Здесь уже все обустроено, позади водительского кресла кровать, под сиденьем запасы продуктов. Рабочая неделя Руслана начинается с доставки товара. Он привозит в пустые ящики на ферму, где выращивают яблоки. На разгрузку уходит около двух часов. Потом мы отправляемся на другую ферму. Приехали мы рано, так что какое-то время еще пришлось ждать. В итоге здесь мы провели около пяти часов. Разгрузка и погрузка товара занимает почти весь день. Находиться за рулем Руслан может до полуночи, а дальше нужно искать стоянку. Перед сном Руслан смотрит фильм на компьютере и ужинает. Еду он готовит на газовой плите. Ранним утром, помимо обычных дел, чистки зубов и приготовления кофе, Руслану нужно проверить, достаточно ли времени он отдохнул. Все это строго отслеживается. В дороге, на стоянке или на пункте разгрузки, где бы дальнобойщик ни находился, ему приходится работать в режиме многозадачности. Необходимо помнить о многочисленных правилах, законах, заботиться о документах. И при этом нельзя забывать, что вождение грузовика требует высокой концентрации внимания. Мы приезжаем через Германию. Здесь, как и везде в Европе, по закону дальнобойщики каждые три часа должны делать остановку на 45 минут. В придорожные кафе наш водитель не ходит, так что это время он тратит на приготовление еды. А еще нужно заполнить документы. Если остаются свободные минуты, то Руслан звонит друзьям и родным или играет на телефоне. Утром на третий день мы пересекаем границу с Нидерландами. Сначала мы доставляем одни товары, а потом проезжаем через всю страну, чтобы забрать другой груз. Следующий пункт назначения – Испания. Впереди 1400 километров через Бельгию, Люксембург и Францию. На пятый день мы приезжаем в Испанию. Руслана ждут 45 часов отдыха, в течение которых запрещено спать в грузовике. Какие-то страны не так строго следят за выполнением этой нормы. Другие же все жестко контролируют. Но насколько это безопасно? Когда мы эти свои часы рабочие вырабатываем, мы можем их заставить в Германии, во Франции. И мы не можем двигаться, потому что за этот штраф. И мы не можем стоять, потому что, опять же, за этот штраф. От готеля, чтобы добраться. За готель заплатить 50 евро плюс такси. И еще плюс, что ты оставляешь машину с товаром, с топливом, с этим всем, без присмотра. И можешь вернуться к машине, машина будет выгружена и скачано топливо. 45-часовая рабочая неделя подошла к концу. В течение этого времени Руслан видел перед собой только дорогу и парковку. Сейчас отдохнуть он решил на стоянке недалеко от Трагоны. Всего 500 метров и ты на берегу моря. Некоторые дальнобойщики знают друг друга многие годы. Выходные они любят проводить вместе. Например, в этом баре наша журналистка встретила водителей из Франции, Испании, Португалии, Великобритании и Германии. После бара водители идут ужинать. Опять же все вместе. Еду готовят на газовой плите, которую ставят между грузовиками. Все едят из общей сковороды, кто-то поет песни. Для дальнобойщика эти минуты особенно ценны. Это то редкое время, когда водитель может пообщаться с другими людьми. Наступил девятый день нашего путешествия. Позади почти 4000 километров. А сколько точно мы проехали? 3953 километра. Позади 3953 километра. В пути мы провели без малого 9 дней. Следующая остановка – Леон, где я и выхожу. Субтитры создавал DimaTorzok